Всем здорова! Хочется иногда такое, писать что-нибудь кочевое, чтобы просто пофаниться, да, и чтобы бас скачал самое главное. И как сделать так, чтобы было все очень просто, минималистично, но чтобы было и жирно с другой стороны. Давайте разберем, например, это Боб, покажу, чем у нас на фишке. Итак, давайте послушаем сначала, что с Упитоса, а потом разберемся, что делать с ним. Делайте паузу в басу, для того, чтобы было передышкой, потом опять. Ну и все, потом пошла основа, тут уже вокал вступает. Давайте разберемся по очереди. Опять же, наше до конца на пианино, пианино постоянно у DaBaby есть, тоже как дитив кейс, тоже, тоже самое, по-моему, звучание практически не сильно отличается. Ноки очень простые, видите, как тут все копипаст. Три ноты, потом они копипаст. Если дети убрать, ничего особо не теряемо, с октавой пониже, жирнее звучит. Все, кайф. Теперь с флейтой. Флейта посложнее, конечно. Как найти флейты для вот такого звучания, да? Мелотрон офигенно подходит. Мелотрон это лучше вообще для ретро-звучания. Тут есть сразу же первый пресет, Straubere Flutes. Можно ли будет другое, конечно, звучание, но оно хорошо подойдет. Оно уже ретрушно звучит, но я еще ретро-колор добавил и немножко комнаты. Потому что без обработок, видите, немножко близко. А так, то, что нужно. Постоянно делаете вот такие пробежки. Как будто настоящий человек играет. Потому что если вот так вот будет, не то, а так. Вот, все, отлично. С пианино вообще хорошо. Отлично. Давайте бас, нет, давайте сначала драму, потому что бас очень прикольный, конечно. Яркий клэп без ревера, как вы уже могли догадаться. Все по стандарту. Кик, жирный кик. Хэты. Очень яркие, верхастые. И здесь то же самое, но в стерео уже бьют. Чтобы... И вот эти все пробежки... Их очень просто делать. Перейдете в магнитику вот так, одну третью. И так тык-тык почте почте, и просто хреначите. И потихоньку так велосипедовать. Потому что если вот так будет... Не то, а вот так. Как будто... Есть. Нажимаете правой кнопкой мыши, и вот так вот крутите. Ну, поняли, короче. И все. Потом это все копипастится, как могли догадаться. Но чего-то не хватает, да? То есть, кажется, вроде все жирно, но... Смысл теряется. С басом же. Очень жирный, но при этом очень короткий бас. И это весь вся фишка. То есть, у DaBaby очень часто короткие, максимально басы. Они постоянно перескакивают друг на друга. Давайте разберемся, как его найти, или как сделать. Из чего он состоит. Смотрите. Вот у вас есть бас. Изначально я, конечно, опять клипую бушу, потому что без этого он не такой жесткий. Опять же, аут убираем немножечко. Если нужно, то трим делаем. Делаем буст. Клип. Вот уже... Уже жирно. Но при этом коротко, самое главное. И бас... Басадор еще. Для того, чтобы сделать этот саб низ. Потому что без него... Видите, он теряется немножко. С этим. Очень офигенно. То есть, немножко в это убираете, и все. Ничего не грузите здесь особо. То есть, какая логика? Вы ищите короткий, изначально бас. Стараете его укорачивать. Делаете жирнее. Но опять же, нужно найти, конечно. Нужно поискать, немножко посидеть. Но все-таки нормально будет звучать. И все. Никаких сайдчейнов, ни хрена ничего не нужно. То есть, обработок практически нет никаких. Кика нет обработки. Там, бас только вот это. Хетики немножко серединку убрал. Везде, короче, немножко серединку убрал. Где-то добавляю на клапе. И все. У пианино обработка какая? Вот так она изначально была. Я вот сделал поярче. И немножко расширил. Убермод хорошо подойдет для этого. И во-хало. Все. На мастере, классик компрессор и мастеринг тюб один. Немножко шире делаем. Бустим высокий. И классик клипер. Все. Там все копипастится максимально. То есть, вообще одинаковый бит. Максимально. Иногда только паузы такие происходят. Но в целом... Все то же самое. Вот такой получился разбор. Если этот разбор оказался полезным, и ты что-то понял, то поставь лайк этому видосу. При достижении 3000 лайков я выкладываю этот проект бесплатно. Ты можешь послушать все эти звуки. У тебя не будут. Потому что такие видосы очень сейчас популярны. И имеет смысл их, в принципе, продавать. И, ну, если вам это, конечно, интересно. Все. До следующих видосов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok